О завете и законе. Да, мы закончили с вами на том, что мы все же определились, что закон это был дан, данный Богом, что Бог вышел навстречу. И, как говорит Писание, Бог обращается к народу израильского и говорит, есть ли еще такой народ, у которого был бы закон? Есть ли еще народ, у которого, я не помню это место, но в законе, все народы, которые были вокруг, они не имели этого закона. И закон, он выставляется как преимущество, не как некое такое состояние рабства, но наоборот, это хорошо, что у нас есть закон. Я очень благодарен за закон. Нам все, что нужно разобраться, насколько этот закон относится к нам. Что относится, а что, возможно, не относится. Или все относится, или все не относится. Потому что, если мы в этом не разберемся, то у нас по-прежнему будет вот такой вот венегрет. А не знания закона не освобождают от ответственности. То есть, если мы соглашаемся на венегрет в нашей жизни, соответственно, мы будем понимать, что что-то вот так оно и будет у нас непонятно. И так, мы можем посмотреть на Еврея 8 главу, 13 стих. Мы постепенно с вами идем дальше. И вот интересный момент, что снова, 13, мы можем посмотреть 8, да, цитирование того местописания, которое мы читали в Иеремии, да, 31 главы. Автопослание к Евреям повторяет практически целый кусок оттуда. Посмотрите, с 8 стиха. Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключил с домом Израиля, с домом Гудты, новый завет. То есть, писание нового завета, они цитируют данное. и так далее, практически идет все так же. И потому что я буду милостью и правдам и грехов и беззаконий не воспоминут более. Говоря новый, и вот здесь вот речь идет о новом заводе, мы это понимаем, уточняем, на всякой причине. 13 стих. Я просто читаю. 13 стих. Говоря новый, показал ветхость первого, оветшающая и стареющая близко к уничтожению. Вот такой вот интересный стиль. Что вы о нем думаете? Как тексте всех наших предыдущих двух уроков. И думайте вы о нем в микрофон. если кто-то хочет. Вы сказали, что новый именно закон это не завет? Ну, а здесь о чем идет речь? О завете. О завете, да. Может быть, я оговорился? Вы сказали, просто закон не завет. Ну, новый завет, хорошо. Идет о завете, правильно? Новый завет, он может подразумевать новый закон? Или нет? Может быть, завет, но отдельно от закона. Вот заветов соглашений, а уже закон как будто как по плану закон, по плану как большого пуша соблюдать, будет такое благостроение и проклятие. Без завета. То есть, это принцип удачи. Вот это принцип судьбы или удачи, или фортуны, да? Если ты сделаешь вот так, фортуна улыбнется и все получится, да? Никаких отношений у тебя с фортуной нет. Понимаешь? Повезло, так повезло. Выстрелил, попал вдвоем. Не выстрелил, не попал вдвоем. Ну, сидел как пасху, чтобы понять. И я вот обратил внимание, когда была пасха в великие, еще до соглашения, ну, на синае, до завета, там уже бог берет закон. Закон к пасхе. Что там закон, а где написано, закон тебе вечно, как постановление, чтобы ты это соблюдал. Еще прочитал вот Ноя, там, где бог дает радугу, радугу дает как совет между людьми и всеми, ну, что считали живыми. И он я читал, там, если нет, у него условия, который был, как закон, который был, по совет Ноя, да, в завет, Ноя в завет входят все люди, и верующие, и неверующие, да? Он приходит автоматически, рождаясь в этот мир, этот завет, он не имеет условий, да? Но бог фактически показывает о том, что, ну что, завет это как обещание, договор, бог говорит, я со своей стороны хочу тебе пообещать, там нет стороны человека, понимаешь? Он говорит, я со своей стороны обещаю, что этот мир он дает нижних потоник больше, огнем, понимаешь, да? Но если мы говорим о соглашении между двумя личностями, то всегда существуют некие правила, которые оговаривают отношения с этими личностями, правильно? Предмет договора ты мне, я тебе, или там мое, там, мы, там по поводу твоего, там, мы говорили, помещения, да? Есть у нас определенные обязательства друг перед другом. Говоря о новом завете, мы понимаем, что это завет между творцом и творением, между личностями, то есть здесь должны быть определенные обязательства, да? Со своей стороны бог дает эти обязательства, он говорит о том, что это будет вечный закон, да? Ну, здесь он рассказывает об этом, я вложу, то есть он рассказывает то, что он говорит, свою часть ответственности, но это не значит, что нет, в нашей части ответственности. И что нам теперь, как бы, делать? В чем стоит наше ответственность? Да. Вы любящие другого исполнены законы, любящие делали движение узла, и так есть исполнение закона. Какого закона? О каком законе мы говорим? Вот, вот, смотрите, везде используется один и тот же термин. Правильно? Исполнил какой? Новый закон или Синайский закон? Новый. Ну, ну, на все же мазавы, две закрытия. Да. То есть, подразумевается новый закон? Он не новый, он как бы, тот же? Нет, новый закон. ну, как бы, есть же новый закон. смотрите, вот же написано, да, что есть новый закон. есть новый завет, в нем есть закон. Ты прочитала заповеди, которые мы относим к категории закона, правильно? закон нового завета подразумевает, что нужно любить друг друга и так далее. То есть, вы правильно говорите, правильно. продолжать. Еще вот тоже, я думаю, вот как бы, тут обратить внимание, исход там, 20 глава, и тут, как бы, идет, тут написано, «изерек Бог, все слова, все говорят». Я Господь Бог, который, ну, и тут здесь и заповедь, перечисление. То есть, как бы, просто говорится, «изерек слова». Не говорится, что это закон. И, как бы, заканчивается вот эта глава, и 21 стиха, и тут уже, как бы, написано, «и вот законы, которые ты объявишь им». То есть, почему-то, вот здесь заповеди не названы законом, просто как слова, которые можно... Конечно, нет, потому что, на самом деле, это всего лишь, как бы, 10-ти слов. Я, да, мы все говорят, что они были написаны на спижале. Фактически, как бы, остальные заповеди, все равно, они имели свое значение. Потому что, вы помните, мы говорили, что была книга закона, а в эту книгу закона было больше записано, чем 10 заповедей. И народ, когда клялся, он клялся не только на основании 10 заповедей, но на книге закона. Мы говорили об этом, цари израильские должны были переписать книгу закона, книгу. Помните, когда мы разбирали вопрос с устной торой, какой был у нас тяжелый день? Мы говорили о книге закона. то есть не просто там было 10 заповедей, там было больше. Но они, можно так сказать, концентрированно выражают суть. Итак, хорошо. Говоря, новый показал вентярность первого, оветшающий и стареющий близко к уничтожению. Уничтожен от Синайских договоров или нет? Вечно я думаю, что нет. Ты думаешь, что нет. Кто находится на сегодняшний день в этом завете? Гибрид Артодокс. А почему вы решили, что Артодокс находится в этом завете? Потому что он не принял. Ну а что, они автоматически в дом подходились? Я думаю, что уже нет этого совета, потому что если он детоводитель, как и стос, то он был нужен до того, как пришел к и стос. А если пришел к и стос, то мы его уже лягом. Мы его уже видим лягом, поэтому нам не нужно уже везти. Он у нас уже есть. Когда он в дом, от руки на что за детьми не умеет ходить. Ну то есть для определенной цели он был дан до детоводителя, как и стос. и стос. Завтра будем бороться. А если они не могут быть в СМС-ком и в ТВ-море, потому что они не исполняют часть закона сооруженных справ. Спасибо. Да, и шоуи, Антель? Можно я? 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 Как бы заповедь Бога, что мы соблюдаем заповедь его, а заповедь его так, чтобы мы веровали во имя сильного в СМС-комплеста и любили друг друга. Это ты, Иоанна, начинаешь, да? Да. Спасибо. Кто как еще думает? Пытаются претендовать на место в этом заеде. Да. Согласен. Хорошо. Еще? Паша, шо ты думаешь? Следующие видео. Я думаю, что там евреи вот с этим своими словами другого являются находятся в СМС-комплее. Находятся, да? Находятся. Потому что было сказано в СМС-комплее, что место Тани было прочного, что заведуя будет заважаться у рода, но не отременяться с северой. У рода. Так как это не... У родов сколько должно пройти? Ну, я вообще не знаю. Так может закончилось? Ну, если и не закончилось, заведуя нам продолжаться на сегодняшний день. Спасибо большое, Паша. Видно. Зачержался, да? Видно. Хорошо. Кто там? Могу сейчас как-нибудь? По программам пояснений, я не могу. Так, хорошо. Если так провести проявление, можно так еще сравнить с Тайзой и Ветхизой. Например, точно так же, как написано, что вложу, законы мои заповеди и на сердца напишу имя. То есть, точно так же, как я сейчас что-то вспомнил, когда я был, например, неверующим, ну, как я купил, я считал, верю в Христа, я в Христе, в Церковь, и, как бы, ну, можно сказать, даже в Сенька ходил. Я там хрестился, я это как бы все делал, там, ходил на покаяние, там, читал, там, все вещи, но это все было просто, как бы, как бы, как буква закона. Потому что, как бы, все делают, я делаю, не знаю, что есть Бог, но я просто, просто это дело, как бы, внещая такая, как бы, но внутри, да, как бы, не было, как сейчас. То есть, именно вот это, ну, внутреннее состояние. Хорошо. Спасибо большое. Давайте мы посмотрим дальше по контексту. 13-й си говорит, показа стоящего близко к уничтожению, да? Открыл 9-й. Вы помните, да, что писался текст подряд? И поэтому, логические продолжения идет. И первый завет, какой завет? Синайский. Имел постановление о богослужении, и следилище какое? Земное. Ибо устроена была Скиния первая, который был светильник, и трапеза, и предложение любовь, и которое называется Святое. За вторую завету была Скиния, называемая Святой Святый, имевшая золотую кодильницу, обложенный со всех сторон злотом, как человек завета. Где были золотой сосуд, с манной жезл, полароном расцветший, и скижали завета. Да? То есть, там лежал, можно так сказать, документ. Что такое были скижали завета? Фактически, это был как документ, Того, что, этот народ, он находился в их взаимоотношениях с Богом. Есть, да? А над ним, хирургимы, славы осеняющие и очистилища, о чем не нужно, теперь говорить подробно. Почему не нужно говорить об этом подробно? Послание к христианскому к христианскому при таком устройстве, в первую скинье всегда входят священники совершать богослужения. А во второй однажды год один только первосвященник не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Кстати, видите, какие грехи покрывал первосвящение, да? За неведение народа. Синдукс, это показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит в прежней скинье. В какое святилище? В небесном. В небесном, да? В небесном. Пока стоит старая скинье, новая, оно еще не открыто, да? Она есть образ настоящего времени, которая приносится дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с явствами и питьями и различными обвинениями, обрядами, относящимися до плоти, то есть обрядами очищения и так далее и тому подобное, установлены были только до времени исправления. То есть мы видим, что вся эта история, она имела определенное ограничение во времени, да? Что должен был прийти какой-то момент, когда действие Синайского договора, оно должно быть остановлено до времени исправления. Христос, первосвещение будущих бак, придя с большей совершенствующей искуплением, нерукотворным, то есть не такого устроения, и не с кровью козловой тельцов, но со своей кровью однажды вошел в освятилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцовый и козловый и пепел телицы через окропление освящает оскверненный, дабы чисто было тело, то тем более кровь Христа, который духом святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти его бывшие для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию, получили обетование. Обетование, да. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Посему и первый завет был утвержден не без крови. Ибо Моисей, произнося все заповеди по законам перед всем народом, взял кровь дельцов козлов с водой, шерсть учебленную и сопом и окропил как саму книгу. Видите, да? Не просто десять заповедей, книгу. Так и весь народ, говоря, это кровь завета, который заповедовал на вам Бог. Так же кропил кровь и бискинию и все сосуды богослужебные. Да и все по закону, да и все почти по закону очищается кровью. Без правития крови не бывает прощением. Итак, по образу небесного должны были очищаться сими, самой же небесной лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворящее друготворенное святилище по образу истинного устроенного, но в самое небо, чтобы предстать мнение за нас в лице Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник, входит во святилище каждого на чужой крови. Иначе надвижало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой своей. И как человеком должен однажды умереть, а потом суд, так и Христос однажды принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих. Во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его вам спасения. Вот такое вот интересное место, да? То есть мы видим, что для того, чтобы находиться в Синайском Завете нам нужно было бы его заключить. Для того, чтобы его заключить, нужно, чтобы были соблюдены определенные условия, да? И мы знаем, что с отсутствием грамма соблюдение Синайского Завета невозможно. Как бы об этом не говорила устная Тора, что бы об этом не говорилось, оно невозможно. И даже те люди, которые говорят, что я живу по Синайскому Закону, на самом деле они не живут по нему. Они не могут его исполнить никак. Им приходится придумывать какие-то пути, оговорки для того, чтобы хоть как-то что-то объяснить. Когда мы смотрим на правовые системы, это то, что относительно закона, да? Мы можем видеть, что мы с вами можем активировать или пользоваться определенными системами, даже не имея государства. Я говорю в данном случае о римском праве. в основе нашей юридической всей структуры в основе стоит римское право. И когда вы пойдете учиться, на юриста вас будут учить римскому праву. Что это такое? Это определенная система, ну это своими словами, определенная система, которая рассказывает нам о законе, о праве. вот есть кодекс, в этом кодексе прописано, если человек украл, то в зависимости от степени, определяется судом, человек получает то или иное наказание. Это римское право. В Америке, например, право другое, не римское. Там есть, насколько я знаю, есть такое понятие, как прецедент. То есть, иными словами, человек украл, например, газу, и приходит хозяин, говорит, он украл меня. То нанимает адвоката и говорит, когда-то давным-давно дело такое-то, такое-то. Был такой случай, уже козу воровали. И на основании этого случая человека оправдали. Вы понимаете, да? То есть, американские адвокаты, у них в голове целая куча историй. У них нет как такового кодекса. Понимаете, да? Разницу видите, да? Но они апеллируют каким-то историям, которые уже имели место в судебной практике ранее опираются на них. Вот вы, в фирмах видели, да? Что в соответствии там дело принта такого-то числа в таком-то суде было принято решение такое-то. И они рассматривают, почему было принято тогда. Если было принято тогда, почему не принять его еще раз? Понимаете, да? Другой подход. Смотрите, этот закон или право, оно распространялось в Риме достаточно давно. да, то есть это понятие, которое идет, которое очень давнее. При всем том, мы пользуемся этими подходами, да? нет государства, но мы оставили за собой какие-то вещи. Синайский завет, он закончил свою функциональную деятельность, но мы в новых принципах нового завета руководствуемся определенными теми же принципами, которые были даны тогда. Уловите разницу. понимаете, да? Принципами. У нас по-прежнему есть священник, да? У нас есть люди, которые призваны священно действовать перед Господом. Это мы с вами, да? Мы призваны поклоняться Богу. У нас есть место поклонения. На всяком месте написано, да? поклоняющиеся должны поклоняться в духе истины, да? Бог есть дом, поклоняющиеся должны поклоняться в духе истины. Нам не обязательно идти на поклонение Иерусалиме. Вы помните этот разговор с самарянкой? Вопрос шел вокруг места поклонения, потому что самаряне ходили, если не ошибаюсь, в Дамаск. поэтому не говорили, что вот нас туда приходить поклоняться, сюда приходить вообще-то я вам скажу, поклоняться будем в духе истины. Таких поклонников Бог будет искать. Он ищет таких поклонников. У нас есть те же вопросы связанные с чистотой и не чистотой, да? Ну в общем, если мы говорим о заповедях, то мы понимаем, что когда Кишо подошли и спросили, какие заповеди самые важные, самые ключевые, он их определил достаточно простые принципы. Понимаете, да? А как расшифровать эти принципы? Мы можем посмотреть, как это было в предыдущем завете, да? Мы понимаем, что Бог не меняется, можем посмотреть на принципы, но при всем том, мы находимся в другом завете. Мы можем сказать, было такое великое государство, как Советский Союз. Мощное, все боялись его. В Советском Союзе был кодекс законов, который все должны были право было, да? Уголовное, административное, хозяйственное и так далее, морское. Сейчас страны Советский Союз нет, но это не значит, что мы можем убивать друг друга. Правильно? Структура осталась практически та же. Взаимодействие между людьми осталось тоже, но это называется закон Украины. Понимаете, да? И мы можем говорить в соответствии с законом СССР сейчас, именем закона СССР какого, какой страны. Она перестала существовать как страна. Мы понимаем, что за всякой властью стоит сила. Да? Потому что сила это обязательный атрибут власти. Власть без силы это не власть. И мы понимаем, что если государства как такого не существует, не существует и власти, не существует и силы. Есть контакт? Наконец сейчас, будучи гражданами Украины, мы подчиняемся законам Украины. Хотя эти законы на 80% могут соответствовать законам Советского Союза. Наконец во взаимоотношениях Нового Завета, а мы только этот Завет заключили с Господом, только этот Завет заключили. Понимаете, да? Потому что если бы мы заключили какие-то другие Заветы, у нас были бы обязательства по этим Заветам. Находясь во взаимоотношениях нового Завета, у нас есть по-прежнему те же, а та же ответственность перед Господом. по-прежнему свят, он по-прежнему ненавидит грех, он по-прежнему хочет, чтобы мы общались вместе с ним. Сложили это все, да? И сам по себе закон это не нечто страшное, это всего лишь то, что открывает нам Бог. Вопрос есть? получается, есть люди, неверующие, они тоже находятся в зверхе, каждый человек когда ожидается, он несет что-то в своих поступках, зверхе. То есть это можно назвать как-то Завет создавал, Завет. Это не совсем-то Завет. Завет заключает несоответственность перед Богом. Надо об этом узнать. есть другая тема, закон совести даже. Что будет с теми людьми, которые никогда не слышали никаких Заветов? Ни о Христе, ни о чем. Просто живи где-то там допустим. Есть совесть, которая оправдывает их поступки или осуждает. Вот так? Там же тоже не ответственность на ответственность. Ответственность но надо обвинения должно быть смотреть. Павел говорит, если бы я не знал закона, я бы не знал греха. То есть когда пришел в мою жизнь закон, когда я узнал заповеди Божьи не греши, не привыподействуй, я понял тогда, что это грех. Без закона, если ты ребенку скажешь о том, не делай вот этого, для него значит нет закона. Он может это делать, это просто не что никак. И иногда человек не знает, что это нельзя делать, делая, потом получает последствия. безусловно, потому что есть определенные законы сеяния и жатвы. Человек, который разрушает свое физическое тело, он таки его разрушит, и будет падать, и убрёт. Понимаешь? Ну что, ты посеял, не удивляйся. То есть мы знали не закон есть Божьи принципы. Если Бог сказал о том, ты можешь не знать, что это закон гравитации, но если выйдешь с блок он, ты упадёшь. Ты можешь название не знать этого, но принцип ты можешь понимать определенный. Если ты понимаешь, что если ты воруешь, то скорее всего у тебя палка где-то по хребту дадут когда-нибудь. Это принцип. Ты можешь не знать какая-то статья в уголовном кодексе, но принцип ты уже понимаешь, что так делать нельзя, поэтому ты и прячешься. Ответственность не снимается. Хорошо, двигаемся дальше. Разобрались немножко? Или так себе еще? Ну понятно. В принципе понятно. Оказалось, что не все так страшно. Значит Синайский закон объединили. Да, да. Синайский закон он не имеет власти над вами. Он не имеет, потому что вы понимали, не частично он над вами власти. Не частично. вы находитесь в отношении к Новому Завету. В этом Завете есть благодать в том, что доступ к Богу стал проще. Но ответственность по-прежнему есть. И более того, некоторые из этих моментов они подняты на совершенно более высокий уровень. Ишуа говорил о том, что сказано древним не прелюбодействует. А я вам говорю не думай даже об этом. То есть уровень он поднимается. Возлюбит Бога, возлюбит ближнего, в этом без законы кроке. он взял и объединил все в простой принцип. И если ты по-настоящему начнешь исследовать о том, как это сделать, ты будешь учиться на основании предыдущих законов. Потому что принцип остался тот же. Новый Завет он учит нас принципам хождения перед Богом. Он учит нас как решать те или иные вопросы. Смотрите, в чем это важно понимать. мы иногда хотим четких вопросов и ответов. Например, можно смотреть телевизор или нельзя? А ну дайте мне ответ. Можно пользоваться ножом или нельзя? А все зависит от обстоятельств. Как писание Нового Завета говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. есть принцип. Есть принцип. И под этот принцип мы можем подвести очень много текущих вопросов, которые возникают у нас в течение жизни. Принципы это универсальные явления, которое может пройти через века. потому что законы будут меняться в зависимости от определенных обстоятельств. От того, какое общество, что принято, что не принято. Вы помните, в средние века вверху красоты считалось вот это. Ходить с жабов. Или люди высокие считались красивыми. Чуть позже низкие считались красивыми. толстые, худые. Все менялось. Все менялось. Но можно сформировать во всем этом принцип. Люби людей, независимо от того, какие они. И все. И тогда уже вопрос, а нужно ли убить полных людей? Он не стоит, потому что нужно любить всех людей. Нужно ли делать это не раз? Ты нарушаешь эти заповеди. Простые заповеди любовь. Это является любовь к Богу. если они мотивированы любовью или нет. И к ближнему. Все остальное оно раскрывается. И нам там Дух Святой, который и учит нас этим вещам. В зависимости от каждой конкретной ситуации. Поэтому иногда нам сложно все объединить в четкую структуру, в четкий долгут. Понимаете? Что можно, что нельзя. Потому что в один момент это хорошо, а в другой момент с точки зрения разных обстоятельств нужно сделать поправку на вот это, вот это и вот это. Но должен быть соблюден общий принцип, общий канвай. Итак, мы говорим, что еврейская община после разрушения храма начала относиться к Торе определенным образом. Да? В свою очередь мессианские евреи, они также относились к Торе по своему. И по Торе мы подразумевали учение. Да? И Тора как часть Тора это закон. Мы выделили три основные понятия, с которыми мы попробуем с вами как бы по чуть-чуть разобраться. Если мы посмотрим на писание Танаха, то мы видим Бога, который дает слово. и Тора для нас или Тора учения понимается в концепции завета. И мы понимаем, что как руководство для практического применения Торы в повседневной жизни существует такое понятие как Галахан. Говорили, да? Галахан. То есть, например, соблюдайте шаббат и шаббат а как его соблюдать возможно об этом нас научили там приходите на собрание культурно одетыми. А как именно подразумевается это культурно что это значит культурно одетыми свое учение примерно следующим образом. В первую очередь они ставили Бога. Следующим идет Тора, которая приравнивалась традиции. То есть, можно это все выделить может быть примерным таким порядком. Есть Бог, есть традиция, есть Тора. Да? То есть, мы знаем, что со временем вместо традиции оно заняло ведущую роль. И именно из-за именно традиции начали проверять вопросы связанные с Торой. Мы сейчас говорим об акцентах, которые начали ставить ЦАД. Понимаете, да? В том порядке, который мы разбираем. в Новом Завете мы видим, что устный закон отменяется как таковой. Не вообще, а именно как закон. То есть, традиция, она обладает определенной ценностью, но она уже не обладает властью. И мы понимаем, что традиции, они могут быть хорошими, у них действительно есть хорошие рациональные цели, хорошие рациональные объяснения тех или иных вещей. Да. Например, традиция не оставаться мужчине наедине с женщиной. Нет такой заповеди, правильно? В комнате. Но мы понимаем, что это хорошая традиция. Если молодые люди, так сказать, неровно дышат в сторону друг друга, то будет хорошо им порекомендовать не делать этого. почему? Потому что под этом есть разумный принцип, да? Но это не заповедь. Не беритесь за руки. Это не заповедь. В этом есть принцип. Принцип, который поможет тебе сохранить себя в чистоте. И мы понимаем, что в христианской традиции как мы можем расписать вот по такой структуре. Как бы мы могли описать христианство? Как порядок? есть христианский библия или какой-то вообще? Даже современная христианство. говорили, да, помните, определились? Среднего христианства. Как бы вы писали? Бог присутствует если мы говорим здесь у Бога с точки зрения ортодексальной мысли, да, то это Элохим, один Бог. Элохим. Если мы говорим с точки зрения христианского мышцы, то это Отец, Сын и Дух Святой. Да? Троица. Отец Сын Святой Дух. Что идет дальше? На основе идет традиция. Да. Допустим, если мы говорим о каких-то ортодоксальных христианских цепях православия, да, то есть там может идти традиция. Правильно? Да. А потом идет Писание. Допустим, мы можем говорить у некоторых пятидесятнических цепях, и там может идти традиция. Да? Ты должен там одеть к сынку, ты должен встать на колени, ты должен руки там за спину, нет, это слово говори, это не говори, туда-ходи, сюда-не ходи, с ней башка упадет совсем на ты будешь. А потом уже идет Писание. Да? То есть эта традиция веками выращенная в какой-то субкультуре, она имеет значение подчас больше, чем конкретно, собственно говоря, само Писание. То есть мы можем увидеть, что иногда такое понятие, как традиция, и Тора, давайте возьмем Тору, как учение, да? Тору, оно иногда может быть в зависимости от того, о какой именно субкультуре мы говорим, оно может меняться. И если речь идет о мессианской общине, то мы должны понимать, что под традицией очень часто может также подразумеваться часть именно традиции, которая находится вот здесь. Понимаете, да? В христианской субкультуре сформирована своя традиция, своя устная Тора, которая передается по покорениям отцы церкви и так далее и тому подобное. мессианские общины они берут частично отсюда, а частично добавляют сами. Вы понимаете, да? И здесь очень интересный момент, потому что если мы возьмем отсюда что-то, что не соответствует вот этому и поставим его вот сюда, то мы можем изменить вот это. Вы понимаете, да? если мы находясь в мессианское общение, возьмем например какие-то принципы очищения, какие? Например мужчины не могут сообщаться с женщинами, прикасаться вы видите что артатоксальные не здороваются женщины, руки не протягивают, просто перезнадствуйте, но как бы чтобы не оскорбиться. Мы можем что еще взять из традиции такого? разделение еще лежащих пустотей это не так страшно еще на самом деле это полезно даже в 50-никах так происходит и где-то это полезно ну мы можем что взять можем взять кашрут например мы можем взять определенные законы связанные с очищением что мы можем еще взять обрезание как обязательную какую-то часть поставить его на описание это важно помнить если речь идет о мессианской традиции о мессианской общине как таковой потому что вы можете периодически пересекаться с самыми разными мессианскими верующими и то что он говорит что я мессианские верующие это еще ни о чем не говорили потому что точно так же как он скажет я 50-ник да а бывают разные 50-ники бывают такие что ого-го а бывает вполне ничего понимаете да допустим я вышел из нерегистрированной пиесиатической церкви членом церкви очень долго и так далее и так далее проповедовал служил и когда я вышел по собственному желанию некоторые из них до сих пор не знают здороваться со мной или нет они они не знают грешник я или нет они я просто вышел они сказали иди себе с миром не из-за греха просто разница в учениях мы не одобряем то что ты делаешь и так далее и тому подобное но для них я стал как и ретик почему потому что их традиция к этому учить понимаете да и здесь важно разбираться вот в этих моментах и мы попробуем до конца разогнаться после перемена мы можем Продолжение следует...